Всем привет! Всем привет, ребята! Всем доброе утро! Я съездила на маникюр, познакомилась с девочкой, которая здесь у нас прям в городе живет и делает маникюр на дому, и очень круто! Так что я теперь на маникюр вот сегодня ездила на самокате, буквально минут 7-5, если побыстрее ехать. Так что буду теперь отращивать на своей обрубочке, и будут у меня скоро длинные красивые ногти. Я вернулась домой, позавтракала, потому что я так проголодалась безумно. И сейчас буду готовить. Что я буду готовить? Я хочу потушить капусту в томатном соусе. Вот, я хочу сделать фарш с овощами, и это такая а-ля подливка. Она отлично подходит под рис, под макароны, под гречку, под что угодно. Вот, и готовится очень быстро, поэтому я хочу приготовить это блюдо. И вот, хочу капусту приготовить тоже, что у меня сейчас есть время. Как раз после маникюра вернулась, и займусь приготовлением еды. Ну что, практически минут 40, наверное, может даже меньше, и у меня уже все готово. Вот здесь у меня готовится фарш, соус с фаршем и овощами. А здесь у меня тушится капуста в томатном соусе. Вот, но единственное, что я сюда не добавила морковку, потому что она у нас закончилась, оказывается. Я последнюю морковку вот в это блюдо добавила. Но ничего. Села на улицу, здесь такой ветерочек, набрала себе воды. Жду, когда еда настоится, и будем кушать. Вот, и хотела с вами поговорить по поводу моего дня рождения. Мне, ребят, никакого размаха нет, ни с каким размахом свой день рождения праздновать не буду. Вообще Ваня предлагал куда-нибудь поехать. Я вообще не хотела... Давайте я начну издалека. Вообще я не хотела праздновать свой день рождения. Мне будет 28 лет. И, ну вот, прям вообще. Я сначала не знала, потом поняла, что я не хочу. Вот, потом Ваня предложил куда-то поехать. У нас сейчас так взлетели цены, что просто поехать в какой-то отель здесь, в Испании, на побережье, стоит, блин, просто... У нас просто в историях есть, сколько мы платили за отели, когда летали, еще до карантина. Вот. И сейчас такая же сумма денег там за двое суток. И, в общем, ничего мы не нашли, цены нам не понравились. И Ваня уговорил меня, в общем, исправить мне день рождения здесь, в этом доме. Вот. Потому что это, по-моему, будет последний праздник в этом доме. Вот. Потому что уже потом до осени у нас ни у кого не будет, ну, ни день рождения, ничего. Вот. Только после меня потом уже у Нади день рождения будет. Ну, это уже прям вообще к середине осени. Ой. И я согласилась. Вот. Но готовить я не хочу. Нет желания на свой день рождения стоять у плиты. Я с удовольствием готовлю, накрываю столы там на Ванюшкин день рождения, на день рождения своего мужа, на Новый год. То есть с огромным удовольствием. Но на свой день рождения не хочу заниматься едой. И я нашла классное местечко и заказала еду. Здесь вообще очень многие так делают. Просто в ресторане заказывают еду на дом и всё. Просто раскладываешь по тарелкам. И все кушают. И всё. А по поводу бармена, просто ничего вообще сверхъестественного не будет. Просто мы даже сами украсим всё шариками, насколько сможем. Ну, кому. А бармен, да. Просто я помню, когда на чей-то день рождения мы как бы сами делали коктейли. Это было жутко неудобно. Ты хочешь общаться с людьми, но при этом ты занят коктейлями. И как-то... Ну, у нас по опыту это было супер неудобно. А вот у моей подружки мы были на день рождения её сына. И вот как раз там был бармен, который делал коктейли. И это было классно. Мы подошли, попросили, нам принесли. Блин, у меня пуминый волос. Кошмар. Чтоб я тебя не гладила. Саша, вся футболка в твоих этих... Это было настолько удобно, и что мы нашли парня, мужчину, который к нам приедет. Мы подготовим все ингредиенты для коктейлей. И он нам просто будет делать коктейли. Мы будем общаться, пить, перекусывать. Как типа фуршетного стола будет. И всё. Я не строю там супер какой-то праздник грандиозный, с размахом. Нет, вообще нет. Всё очень просто. Заказали еду, сами всё украсили. Но вот единственная прихоть, да, это то, что человек придёт и поделает нам коктейли, и потом уедет. Всё. Вот, поэтому ничего такого грандиозного не планируется. И по поводу экономии у нас просто летом получается два праздника рядом. Это наша годовщина. Даже не два праздника рядом, у нас четыре праздника. Наша годовщина, потом дни рождения наших пап, мой день рождения, четыре праздника. Естественно, как бы мы решили в этом году с годовщиной вообще ничего не делать. Потому что мы хотим... Мы одному папе уже сделали подарок, второму вот в пятницу поедем покупать. И мой день рождения тоже поскольку-постольку. Так что мне просто многое написали в комментариях, что я противоречу сама себе. Но на каких-то моментах мы экономим. Какие-то моменты у нас рассчитано, выделен какой-то бюджет на какой-то праздник. Поэтому все хорошо, ребята, не переживайте. Я тут суперфиесту не закатываю. Просто скромненько посидим с друзьями, пообщаемся, выпьем коктейльчика, поплаваем в бассейне. Все. На этом закончится мой день рождения. Это все. А уже в какой-нибудь другой день мы соберем родителей и сделаем либо обед, либо ужин. Я хочу на побережье, чтобы пока мы кушаем и общаемся, Ванечка мог играть. Потому что ему в ресторанах очень скучно. Я его понимаю, он ребенок, ему хочется двигаться и так далее. Но это уже будет потом, будем думать. А пока так. Вот, в принципе, что хотела вам рассказать и поделиться с вами. Сиди, кто? У тебя пупа. Да, на ножки. Мы натерли уже. На терли. Сандали, вне эти другие. Сиди, кто? Не, у тебя пошли. Пупа. Покажи, где пупа. На ножки. Да. Да, там прям с полкой. Да. 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 Тетюша с Ваней там у нас купается, посеянет. Сказали, что мы хотим идти плавать. А я за ними наблюдаю. Все это по плану, что ли. Так, мы тут с Ванюшкой сидим, чилим. Ванюш, Вань. Мам, это что-то несет? Ух ты. Ух ты. Там что-то из Амазона привезли. Посылочки, посылочки. Моего дня рождения. Я шары заказала. Я, я, я. Хочешь открывать ты? Да. Хочешь ты открыть? Давай. Ой, это что такое? Покажи. Коробка такая. Мам. Тарелки, не? Точно. Да, это тарелочки. Коробка на тарелки похожа. Да, да, да. Это стопотики. Не, не, это мы узнаем, что это тарелки. То надо идти за ножницами или ножом, или ключами. Да. Да. Короче. Папа. Че папа-то сразу? Хочешь открыть? Так, давай другую открывай. Давай другую открывай. Еще есть. Ну, вы шустрый. Да, тут они скотч используют с нитками. Он такой тапочный. Армированный. Так, сейчас. О. Так, что там? Это что-то. Классная штука пришла. Это для съемок, для камеры. Круто. Все, да? Да. А что еще не пришло? Лампочки большие? Да, они должны сегодня. И еще, по-моему, то ли сегодня, то ли завтра еще принесут шарики. Шарики. Да. Мультик. Включай. Личоси, ты что, умеешь включать? Да. Ну, вы готовы? Сынок, ты мне доверяешь? Да. Да? Вставай. Разворачивайся. Падай. Падай. Еще? Давай. Не смотри. Ха. Так, только не смотри. Давай, падай, но не смотри. Чешка, чешка, чешка. Все нормально. Давай, падай. Ха. Вот это доверие. Вот это доверие. Молодец. Будешь еще? Еще. Давай. Давай, закрывай глаза. Не, развернись. Развернись. Закрой глазки. И падай. Падай. Вот моя компасетина. Мяу. Хе-хе-хе. О-о-о-о. Па. Бедный. Хе-хе. Ну, на замок. Ай, стоп. Хе-хе. 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 Ждет. Ждет, когда ты за ним будешь гонять. Смотри. Хе-хе. 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 Бом. Хе-хе. Хе-хе. О-о-о. Кто-то не... Так, у меня Ваня с Ванюшкой пошли в душ В общем, а я хотела сделать оладушки Но потом вовремя спохватилась И проверила, есть ли у меня мука Потому что я помню, когда я делала Вот последний раз, когда использовала муку Я помню, что у меня ее совсем-совсем чуть-чуть И у меня больше нет муки Поэтому оладушки отменяются У меня просто есть кефир И я думала сделать И со сгущеночкой, с вареньем Покушать оладушки Ладно, не будет оладушек Кстати, всю неделю Или полторы даже недели Не, наверное, неделю с копейками Я укладывала Ванюшку спать Помните, я вам рассказывала, что мы сейчас Уходим от того, чтобы засыпать вдвоем И как бы начинаем нашу налаживать дружбу Ванюши с кроваткой У нас все супер За неделю он привык Вот сейчас сам ложится Читает книжечки Ну то есть мы, там я, папа читает Он тоже любит нам читать книжки И потом он ложится Ручки, ножки так опускает Просит, чтобы мы попели Мы поем И он засыпает Вот, единственное, что пока что Мы не уходим из комнаты То есть я сижу, лежу на диванчике На вот этом матрасе Ванюша у себя там в кроватке И я просто присутствую То есть иногда даже не пою А он просто лежит Сам себе там играет Своими мягкими игрушками Что-то себе рассказывает И засыпает Но периодически, вот когда он переходит Вот эта вот фаза Когда тело уже проваливается в сон Но при этом он еще возвращается в сознание Скажем так, да? То есть когда ты только-только засыпаешь Он просыпается и такой Мама, мама Я тут, сыночек, я тут Он закрывает глаза И дальше спокойно засыпает Вот, я думаю, эту неделю Мы еще позасыпаем вместе в комнате Ну то есть мы будем присутствовать Пока он там засыпает А через неделю я потихоньку Начну из комнаты выходить Чтобы он не боялся быть сам в комнате Именно спать Именно засыпать Потому что спит он в своей комнате прекрасно Играет один в своей комнате тоже прекрасно Я, допустим, пока чищу зубы Или делаю укладку Или крашусь Или я там не знаю, что я делаю Там в нашей комнате Или в туалете, в ванной То он спокойно сам играет в своей комнате То есть проблема Именно в момент засыпания Чтобы мама с папой были Либо мама, либо папа Были рядом Но так потихоньку движется Дела И я безумно рада Ему очень удобно в кроватке Сегодня утром он проснулся Всем утра И говорит Мама, мама Уже день Ночь Типа уже все Ночь нояста Ночь закончилась Я говорю Иди сюда И он встал с кроватки Сначала остановился в коридоре Такой Мама Говорит Сыночек Мы в комнате Иди к нам И вот он уже увидел Заглянул в комнату Увидел Где мы Залез к нам в кровать И еще я час Его уговорила полежать Хотя бы до восьми Чтобы полежал Он полежал Мы с ним пообнимались Я его погладила Успела вздремнуть еще часочек Он так и не уснул Вот так что Вот такие вот у нас дела С засыпанием Но сейчас вот я отправила Ваню Спать С Ванюшкой Вот Потому что все Весь это Всем этим процессом Занималась я И со мной Как бы все пошло нормально Сейчас посмотрим Как он отреагирует На папу Так что Вот такие вот У нас дела Блин Оладушек так хотела Теперь не могу поесть Оладушки Ладно Просто Что-то так чаю захотелось У нас это Ветер поднялся Такой прохладный Нет жары У нас света Ветер гуляет У меня аж мурашки По коже пошли Так, ребят Мы закончили смотреть Один фильм Очень интересный Мы начали его смотреть Днем Вот И закончили Вот после того Как Ваню Уложил Ванюшку спать Кстати Быстро Уснул Все хорошо Там пару раз Меня позвал Но Ваня с ним С малым договорился Как по-русски Фильм называется Птичий короб А тут пишут Что этот фильм Слезали С другого Есть фильм Называется Тихое место Тихое место? Да И что это Типа Похоже Полностью А Полностью Сейчас посмотрим Ну Нам понравилось Так как мы не видели Тихое место Нам в принципе Зашло Да Очень интересный Фильм Фильм На выживание Подожди Мы разомнили Тихое место? Не знаю Но я подобного Фильма не помню Ну да Я думаю Мы бы вспомнили Думаю Фильм классный Мы на Нетфликсе Его посмотрели Мне понравилось Он правда Длинный Два часа С копейками Длится Не не с копейками Ровно два часа Но классный Меня по крайней мере Зацепило Что? Тихое место Это фильм Там где нельзя Издавать звуки Не помню То есть здесь Нельзя было смотреть А там звуки Нельзя И если ты издаешь звуки То сразу тебе Это кстати Ужастик был А это был Ужастик? Ну Надя бы не оценила Именно если Позиционировать Этот фильм У меня как жастик Вообще не держал Этот фильм Не Он не страшный Абсолютно Он держит тебя Постоянно в напряжении Потому что Ты не знаешь Что сейчас произойдет Но при этом Тебе не страшно Ты именно Очень переживаешь За героев За то Что будет дальше Неожиданные повороты Вот Это чтобы страшно было Нет Нет Для детей Конечно Возможно и страшно Но Последняя фраза В описании фильма Тихое место Однако Дом Где живут дети Не может быть Самым тихим местом На земле Это там Подмечено Конечно Ой Все ребят Перевод испанский Странный Да Асиеваш То есть Вообще Асиеваш Если на русском Они перевели Как бы дословно Один в один То здесь они Вообще Подробно Да Типа В слепую Но Имеет смысл Но там Загвозка Это все-таки В птичках Ну да Ну-ка Ко мне Этот Пульт Этот самый Да Пульт Он называется Все ребят Будем мы с вами Прощаться Завтра У нас День Очень Серьезный Мы завтра Все вам Расскажем Не будем Пороть горячку Завтра Вот завтра Дождемся Там Последнего Штриха И Все вам Расскажем И Фух Теперь с этой мыслью Надо идти Как-то уснуть Спать Так что Всем спокойной ночи Спасибо Что были с нами И всем Пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры сделал DimaTorzok